Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на «Отенбас» и смотрим наш 20-й выпуск. Крепко огорчила новость о назначении Греты Сулейменовой специальным представителем президента по международному экологическому сотрудничеству. Кадровая политика страны заставляет задуматься о причинах непотопляемости отдельных персонажей. Кстати, дисклеймеры, я про Буратино, а не про то, о чем вы подумали. Официальные формулировки про поставленные конкретные задачи настолько пахнут нафталином, что заставляет задуматься, как же молодая девушка еще до сих пор не убежала с государственной службы на вольные хлеба. Или все дело бесконечной любви, я имею в виду любовь к власти и, возможно, к деньгам, а не о том, о чем вы снова подумали. А к вопросу о декарбонизации и сокращении выбросов метана отмечу, что, судя по всему, до сих пор продолжает бушевать пожар на месторождении Каратурун-Южный. А значит, мощные выбросы метана в атмосферу продолжаются до сих пор. Грета Булатовна в бытность свою, министра металлогии, не увидела в этом каких-то значимых нарушений и не посчитала нужным оштрафовать недропользователя. Будет ли от нее толк в решении этого вопроса в качестве специального представителя? Поживем – увидим. Думаю, номинант за эту новость на «Алтонбасс» для вас очевиден. Несмотря на смену министра туризма, чиновники этого ведомства продолжают радовать нас своими, мягко говоря, странными инициативами. На этот раз отличился вице-министр Ержан Еркенбаев, предложивший бороться с игровой зависимостью методом ограничений. Чиновник предлагает установить достаточно высокую минимальную ставку и ограничить время, которое человек может проводить на онлайн-ресурсах. Например, минимальная ставка от 5000 тенге и до 30 минут в неделю на онлайн-ресурсе. Интересно, что Ержан Маликович фактически признал наличие в Казахстане значительного числа семей, для которых 5000 тенге – значимая большая сумма, а также продемонстрировал крепкую уверенность в том, что у государства есть технические решения для отслеживания и при необходимости ограничения активности в интернете каждого конкретного гражданина на каждом конкретном ресурсе. Если насчет нищеты я все-таки соглашусь с чиновником, то относительно ограничения активности замечу, что либо Ержан Маликович проговорился о наличии секретных разработок в Казахстане, либо попросту технически неграмотен и не имеет представления о таких ресурсах, как VPN, Darknet и всевозможного рода анонимайзер в сети. Думаю, при таком раскладе он точно достоин номинации на Алтенбасс. Очень странную новость сообщило Инфобюро. Алматинская многопрофильная клиническая больница сумела за пару лет значительно сократить свои долги в сумме 800 миллионов тенге. Для этого сильно сократили количество пациентов, получающих помощь, значительную часть отправляют лечиться амбулаторно, либо в дневной стационар. Пересмотрен список лекарств, которые закупает больница, в целом уменьшится с 600 до 300 наименований, а также были пересмотрены тарифы на услуги. Судя по всему, цены на некоторые их виды крепко подорожали. Как эта экономия отразится на здоровье пациентов, я не понимаю, но, скорее всего, будут и те, чье здоровье ухудшится из-за несвоевременного лечения, а кто-то и вовсе помрет, не дождавшись врачей. Похожая проблема отмечена и в Карасайской районной больницы. Врачи вынуждены сокращать плановую госпитализацию, чтобы иметь возможность оказать помощь экстренным больным. И откровенным издевательством на фоне этих новостей выглядят комментарии фонда социального медицинского страхования, который считает, что вся проблема в поликлиниках. Если бы они лучше лечили диспансерных больных, не доводили бы их до госпитализации, то и проблем было бы меньше. Ну а я же считаю, что в сегодняшнем виде система ФСМС не способна обеспечить качественное лечение пациентов в масштабах всей страны и должна быть либо кардинально пересмотрена, либо полностью упразднена. Ну а пока номинирует на УТМВАС председатель управления фонда Сабита Ахметова. Кстати, Сабит Мирамович не является ни врачом, ни страховщиком, а насколько навыки юриста необходимы для управления таким большим фондом, должна хорошенько подумать министр здравоохранения Ажар Киньед. Порадовали коллеги Стенгри, которые заметили, что на сайте правительства России в списке стран, чьи брокеры и банки допущены к прямой торговле к рублю на московской валютной бирже, не оказалось Казахстана. Правда, чуть позже нашу страну все-таки добавили, и теперь наши банкиры смогут напрямую влиять на формирование курса тенге к рублю. Смогут ли сформировать выгодный для наших импортеров курс рубля к тенге или, напротив, будут работать над повышением курса до прошлогодних 7-8 тенге за рубль? Ну а пока мы наблюдаем падение тенге к доллару на добрых 10% за неделю, причем при относительно стабильных ценах на нефть. Я думаю, в валютной игре проигравшими опять окажутся рядовые казахстанцы. Ведь в общем объеме экспорта из РК на Россию приходится лишь 13%, зато импорта более 26%. То есть практически четверть всех импортных товаров в Казахстан приходит из России, а значит крепкий дорогой рубль будет здорово давить на ценообразование в Казахстане. Пока номинировать за эту новость некого, подождем реальных действий от наших чиновников. В последнее время все чаще появляются новости о задержании членов очередной радикальной ячейки, пропагандировавшей терроризм, или даже о предотвращении настоящих терактов. Сообщалось и о высоком количестве несовершеннолетних, вовлеченных в радикальные деструктивные течения. Думаю, качество работы силовиков стоит тщательно разбирать в каждом конкретном случае, но главное, рискну предположить, что основной причиной радикализации общества является массовое обнищание народа. То есть, если человек не может купить себе качественную еду, я не говорю про деликатесы, нормальную одежду, то и его гнев против несправедливости вполне может быть направлен против существующей системы управления, или даже против отдельных конкретных личностей из числа высших чиновников. Профессионалам не составит особого труда убедить обездоленного человека к необходимости решительных действий, причем под любой идеей, начиная от религиозной, заканчивая националистической. Так что вероятность революции в Казахстане в ближайшие год-два будет увеличиваться вместе с числом нищающих людей. Я очень надеюсь, что верховная власть страны это понимает и сумеет бороться не со следствием, а с причиной радикализации общества. Номинанта за эту новость не будет. Очередную законотворческую инициативу предлагают чиновники на этот раз с целью защиты интересов дольщиков. Ну, то есть вы понимаете, есть в Казахстане люди, которые хотят сэкономить или инвестировать таким образом деньги и купить жилье или офис на стадии его строительства. Условно, недвижимость на фундаменте на 20-30% дороже, чем недвижимость, введенная в эксплуатацию. Люди из комитета по делам строительства предлагают ужесточить ряд законов страны. В частности, ввести обязательную регистрацию договоров долевого участия в органах юстиции, ввести исключительно безналичную форму оплаты по договорам долевого участия, запретить рекламу объектов, на которых нет регистрации, ну и тому подобные усиления. Главным их козырем является сведение о том, что люди потеряли у недобросовестных застройщиков более 30 миллиардов деньги. Ну, а я же считаю, что люди теряют деньги не столько от рук недобросовестных застройщиков, сколько по причине некомпетентности, а иногда даже звономеренности самих чиновников. Ведь существует единая государственная база данных, в которой отражен правовой статус каждого конкретного земельного участка. И ежу понятно, что нельзя вести никакое строительство, например, на землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства. Есть же целая армия всевозможных государственных служащих, начиная от участковых полицинских, заканчивая сотрудниками ГАСК, архитектуры Акимата, которые просто не могут не заметить появление на районе любого нового забора. Так что же стоит провести проверку по сигналу этих госслужащих, ну или даже небезразличных граждан каждого конкретного участка, уточнить в базе, есть ли на нем наличие разрешительных документов, соответствует ли целевое назначение, можно ли вообще там вести какую-то стройку. И прекратить ее в случае отсутствия документов до того, как доверчивые граждане отнесли туда миллиарды денег. Какой толк в публикациях Акимата о незаконных стройках через год-два после их начала, после того, как люди уже отнесли туда деньги? Какой толк от АФМ и прочих силовиков, которые берут под арест руководство застройщиков уже после того, как те собрали деньги с граждан? Какой толк от самого Комитета по делам строительства и предлагаемых им изменений в законы, если по факту государство вынуждено тратить ресурсы, время для завершения непонятных строек, просто потому, что допустило их начало? Какой толк от судебной системы страны, если она нередко узаканивает хитрые схемы застройщиков в ущерб интересам рядовых граждан, участников долевого строительства? Думаю, чиновникам нужно запретить имитацию бурной деятельности в целом и законотворчества в частности, а лучше обязать заставить конкретно работать над предупреждением проблем, а не над разгребанием последствий. Ну скажите, как все предлагаемые новации защитят интересы наших экономных, ну может быть хитрых или жадных граждан, которые заключат договор с недобросовестным застройщиком по форме, отличающейся от утвержденного типового договора долевого участия. На прошедшей неделе в соцсетях просочились кадры полнейшего беспредела, которые устроила группа людей на бокат большой алматинской кольцевой автомобильной дороги. Группа машин, выстроившись в ряд, ехала задним ходом, фактически полностью перекрыв движение по одной стороне бока. Очень удивила и огорчила реакция полиции на этот беспредел. Так, начальник полиции Алматинской области, полковник Баужан Аленов, заявил, что дал указание установить личности нарушителей и привлечь их к административной ответственности. Интересно, что Баужан Анатолий Генович сразу усмотрел в действиях нарушителей состав исключительно административного правонарушения. Ну а на мой взгляд, тут напрашивается уголовная статья за хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору, которая наказывается до пяти лет лишения свободы. Складывается впечатление, что в задачи нашей полиции входит защита каких-то отморозков, которые просто в очередной раз извинятся на камеру, обхватят адмштраф и продолжат заниматься своими делишками и дальше. Ну а пока решений по делу нет, как нет и самих подозреваемых, номинируя полковника Оленова на Атенбасс. Очень не понравилась новость от Акимата Алматы, который решил заняться благоустройством рощи Баума. Сейчас занимается разработкой проектно-сметной документации, предусматривает экологические дорожки для скандинавской ходьбы, установку малых архитектурных форм, а работы планирует начать во втором квартале будущего года. Подозреваю, что активность Акимата в благоустройстве этой рощи завязана больше на интерес в освоении очередного бюджетного транша. Вы только посмотрите на те парки и скверы, к которым уже приложили руку акиматовские подрядчики. Покажите мне хоть один объект, который находится в идеальном состоянии. То разъехавшаяся брусчатка, то неработающие фонтаны или система полива, засыхающие деревья, и за все за это из бюджета тратятся миллиарды. А главное, в отличие от городских скверов и парков, роща Баума еще при создании была спланирована с учетом принципа автономности, так, чтобы деревья могли жить и развиваться без особого ухода человека, без полива, снабжая город кислородом, регулируя уровень грунтовых вод в произлегающих районах и, в общем-то, прекрасно существовать без вмешательства чиновников. Эти нюансы мне рассказали и наглядно показали люди, которые родились, выросли и проживают в непосредственном соседстве с этой уникальной рощей. И я верю им гораздо больше, чем слава Макима Досаева. Боюсь, что Акимат просто угробит уникальный объект ради быстрых денег на реконструкцию сегодня, ну и долгих на обслуживание и ремонт построенного. Думаю, Акиму Досаеву нужен не только Алтенбас, но и тщательная проверка всех акиматовских делишек, которая вполне позволит крепко пополнить бюджет, как за счет конфиската, так и за счет возврата украденных денег. Похоже, деятели из Минэкологии решили все-таки перестрелять сайгаков, а то мешают фермерам степные антилопы, да и количественно крепко подросли. Если бы эта инициатива исходила от любых других чиновников, кроме Минэкологии, я бы, пожалуй, не удивился, списав это на некомпетентность. Но, ребята, экологи – это ведь те люди, которые должны не только мониторить состояние земли, воздуха, воды и животного мира, но и разрабатывать и проводить природоохранные мероприятия. Одним словом, защищать природу от опасных действий человека. В свое время я вместе с другими общественниками подписывал обращение к президенту с просьбой создать отдельное Министерство экологии. Но сейчас, наблюдая за результатом работы наших экологов, я глубоко разочарован. Нужно ли народу Казахстана такое Министерство экологии? Ну и номинант Малтенбасс – министр экологии Ерван Насамбаев. С удивлением и возмущением прочитал на страничке кардиолога Болжана Амарова информацию о том, что по некоему распоряжению районного и приказу руководителя 168-й гимназии Алма-Аты классный руководитель должен сделать обход домов, где проживают ученики, сфотографировать дома, комнаты учеников и даже документы на дом. Доктор Возмущенный задает вполне справедливые конкретные вопросы. Насколько законен такой подомовой обход? По закону жилище неприкосновенно, но, похоже, деятелям от образования это неизвестно. В комментариях многие люди отметили похожие запросы и в других школах. То есть это акция системная. Отмечу, что руководитель городского управления образования Алматы Лиза Джолхбаева, несмотря на многочисленные серьезные косяки, демонстрирует подозрительную непотопляемость. Даже после скандальнейших историй о размещении детей вместо детского лагеря в сауне, никаких оргвыводов в отношении нее не последовало. А теперь, по ее воле, учителя должны стать кем-то вроде оперов, да еще и при этом нарушать права граждан? Или эта инициатива идет из Министерства просвещения? Думаю, в любом случае прокуратура просто обязана среагировать на этот сигнал и тщательно проверить деятельность управления образованием. Ну а пока номинирую на Тонбасс Лиза Таюсхановну. Похоже, еще одна нетонущая чиновница объявилась. Продолжая тему образования, не могу пройти мимо вопроса о качестве самого образования, о качестве подготовки самих педагогов. И для ответа на этот вопрос я полез на официальный ресурс Министерства просвещения. Выяснилось, что в составе Минпросвета существует целых 15 подведомственных организаций, одна из которых – Национальный центр повышения квалификации Орлео. Он занимается повышением профессиональной квалификации педагогов, за что получает не один миллиард тенге ежегодно. Примечательно, что в структуре Орлео существует 6 департаментов, в числе которых есть департамент СММ, департамент государственных закупок и департамент правовой работы. Помимо этого есть служба внутреннего аудита, комплайнс-офицер и корпоративный секретарь. Я уж не говорю про правление и совет директоров. Почему-то мне кажется, что во всех 15 подведомственных Минпросвету организаций существуют подобные департаменты и подразделения. Но об этом мы поговорим позже. Пока же задам министру просвещения один простой вопрос. Скажите, пожалуйста, как Орлео умудряется тратить бюджетные миллиарды, не неся никакой ответственности за качество профессиональной подготовки педагогов? Ну а пока ответов от Минпросвета нет, вновь номинирую министра на Утенбасс. Ганин Викторович, если вы не забыли, мы знакомы, у вас есть мой номер телефона. Если есть что сказать по поводу озвученных вопросов, пишите, звоните, с удовольствием предоставлю вам площадку для диалога. Позабавил миссельхоз, утвердивший правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса. Теперь в Казахстане будут доступны кредиты под 2,5% годовых на срок до 10 лет на сумму до 5 миллиардов тенге. Таким образом, тиражируется опыт североказахстанской области. Отмечу несколько моментов. Кредиты будут предоставляться на строительство новых или развитие существующих производств, в основном крупного бизнеса. Так существуют ограничения, например, для молочно-товарных ферм от 400 голов, для птицефабрик от 5000 тонн мяса птицы в год, для ваших хранилищ от 1000 тонн. То есть деньги получат исключительно крупные бизнесмены. Уже в этом году из республиканского бюджета выделяется 100 миллиардов тенге на этот проект для строительства 65 молочно-товарных ферм, то есть примерно по 1,5 миллиарда на МТФ. По выделенным деньгам это должны быть весьма крупные фермы. А вот чем будут кормить коров на этих фермах, успели ли посчитать чиновники? Имеются ли ресурсы? Напомню, что проект предподносится как тиражирование опыта североказахстанской области. А Акимом североказахстанской области был Айдарбек Сапаров, который, видимо, стал министром сельского хозяйства после успешного освоения крупных кредитных ресурсов. При этом сам Айдарбек Сипилович совсем недавно крепко критиковал своих подчиненных за отсутствие результата, в том числе по освоению выделенных кредитных ресурсов. Мы даже посвящали этому событию сюжет в нашем 10-м Алтамбасе. Как будет работать программа на практике, покажет время. Но риски неосвоения или неэффективного использования бюджетных средств все же весьма велики. Ну и мы номинируем на Алтамбас Айдарбека Сапарова. Друзья, благодарю вас за уделенное на просмотр время, за ваши лайки, комментарии, репосты. Оставайтесь с нами, на следующей неделе вы узнаете, кому же достанется наш пятый Алтамбас. И да, вы можете повлиять на выборы лауреата, оставив комментарии со своим мнением к этому видео. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok